Ко мне приходят родители советоваться насчет ковида и насчет прививок от ковида. Я понимаю, что люди получают очень много информации из сетей. Я советую обратиться к лечащему врачу и получить наиболее достоверную и актуальную информацию от лечащего врача насчет ковида и насчет прививок от ковида. В острой стадии заболевания дети не так сильно болеют, как взрослые, но со временем дети проявляют осложнения, которые нет у взрослых. Это как лонг ковид, продолжительный ковид, симптомы, которые продолжаются после того, как человек выздоровел и системное инфломаторное воспалительное заболевание, которое поражает все органы и может привести к летальному исходу. У любого медицинского вмешательства могут быть осложнения, но если мы сравниваем осложнение самого заболевания ковида и осложнения или побочные эффекты, которые могут быть у вакцинации, то эти вещи несопоставимы. Побочные эффекты ковида намного серьезнее, чем осложнения, которые редки, но могут быть от прививки СМО. Мы видели, что после предыдущих двух прививок третья волна заболеваемости в Израиле исчезла. Со временем иммунная система человека забывает, что она была привита когда-то и поэтому нужно обновить прививку. И вот сейчас мы видим, что и четвертая волна заболеваемости исчезает. Это говорит о том, что прививка эффективна и очень важна. Прививка построена на РНК. Это биологическое вещество не как ДНК, и поэтому оно не может проникнуть ни в клетку, ни в ядро клеток, и поэтому не может никак повлиять на строение ДНК ни взрослых, ни детей. В современной науке еще неизвестно количество антител, которые достаточно, чтобы быть защищены от ковида. Поэтому очень важно сделать третью прививку. Исследования показали, что прививка не может повлиять на репродуктивные органы мужчин и женщин. Так как прививка построена на РНК, она не может проникать в клетки и не может влиять на строение ДНК. Мы видели, что во время третьей волны ковида первые две прививки привели к спаду заболеваемости в Израиле. И сейчас третья прививка, бустер от ковида, приводит к серьезному уменьшению заболеваемости ковида в Израиле. Возможно, со временем будет более усовершенственная прививка. Но волна заболеваемости в Израиле на этот момент такова, что ждать нельзя. Поэтому призываем всех сделать третью прививку от ковида. И факты показывают, что она очень эффективна и приводит к снижению заболеваемости и защиты от ковида. Если у вас еще есть вопросы, обратитесь к вашему лечащему врачу и получите наиболее достоверную и актуальную информацию.